САХАЛИН ОСТРОВ Родился Геннадий Невельской по старому стилю 23 ноября 1813 года. В семье потомственного морского офицера в дворянской усадьбе Дракена с Олегалического района Камстромской губернии. Сейчас об этом напоминает только памятная стелла. В 16-летнем возрасте Геннадий Невельской поступил в морской кадетский корпус, начальником которого был легендарный Иван Федорович Крузенштерн, первый русский мореплаватель, совершивший кругосветку. Дух путешествий витал в стенах учебного заведения. Кумирами тысяч юношей того времени были Беленцгаузен, Лазарев, открывший шестой континент Антарктиду, Врангель, Литки, Станюкович. Мечтал о своих походах и кадет Невельской. Однако преподаватели сомневались в его способностях руководить экипажем судна. Кто говорит, что он росточком искать не вышел, значит, кто говорит, значит, ну вернее, пишет, что, значит, вот царь, так сказать, на него как-то косо глянул в то время, значит, и говорит, что, мол, такого юношу на корабле к этим русским матросам, ну, мол, несолидно посылать. Юноша был и вправду невысок, всего 156 сантиметров. Однако невероятно умен, за что в кадетском корпусе получил прозвище Архимед. Блистал он и знаниями морского дела, поскольку с детства увлекался рассказами о далеких путешествиях. В городе Солегалич Костромской области в музее имени прославленного офицера сохранилась рукописная карта 18 века. Она принадлежала соседям невельских, Пановым, которые были купцами и ходили на судах по северным морям Тихого океана до Аляски. Господа Панова, вот Петр Алексеевич, который как бы обозначен сейчас токимским купцом, плавал из Охотска до берегов Аляски, открыл ведь несколько и островов в Северном Ледовитом океане. От них он, скорее всего, и знал о том, что Сахалин является островом. Ему необходимо было убедиться. Сведений о Крайнем Востоке тогда было мало, и все они противоречили друг другу. В офицерском классе Невельской активно изучал географию окраин Российской империи, огромная часть которых после подписания Нерчинского договора с Китаем в 1689 году фактически оставалась бесхозной. Тайга, Сихоте, Олим, очень холодное морское побережье, китайцам было просто физически не нужно. И заморачиваться, грубо скажем, на освоение масштабных еще этих территорий не было никакого ни экономического, ни политического смысла. Не представлял интересов этот дикий край и для Российской империи. Река Амур считалась неперспективной для судоходства, поскольку бытовало устойчивое мнение, что ее устье терялось в песках между двумя перешейками полуострова Сахалин, а следовательно не имело выхода в моря Тихого океана. К такому заключению пришли знаменитые мореплаватели Лаперус, Браутон и Крузенштерн. Заходя в татарский пролив с юга и с севера, они натыкались на отмели. Вот оно, устье Амура. Но разве могла такая большая река затеряться среди песков? Эта мысль не давала покоя молодому кадету Геннадию Невельскому, который во время обучения в морском корпусе только и делал, что изучал литературу и грезил попасть сюда за тысячи километров от родной земли. Свою службу на флоте Невельской начал в эскадре прославленного адмирала Литки. Но изученные вдоль и поперек европейские моря его не вдохновляли. Он по-прежнему мечтал о плавании на Дикий Дальний Восток и заслужил свою удачу, буквально напросившись на должность капитана строившегося транспортного судна «Байкал», которое должно было отправиться с грузом из Кронштадта на Камчатку. В то время, понятно, никаких сибирских и транссибирских путей не было. Был охотский тракт, который называли трактом смерти. И доставка грузов через него стоила бешеные деньги. Проще было в Петербурге или где-нибудь там, как говорится, в европейской части загрузить и вокруг, как говорится, шарика привести в целости и сохранности в большом объеме на Камчатку. 21 августа 1848 года «Байкал» вышел из Кронштадта. Небольшой четырехмачтовый парусник мог развивать скорость до 8,5 узлов и обладал отличными мореходными качествами через северные моря Европы, затем Атлантический океан, минуя Южноамериканский мыс «Горн», а далее Гавайские острова в Тихом океане. Спустя 8 месяцев и 23 дня, фактически в рекордный по тем временам срок, Небельской и его команда прибыли в Петропавловск-Камчатск. После разгрузки в оставшееся до возвращения в Петербург время Геннадий Небельской запланировал на добровольных началах отправиться на исследование Сахалинского побережья и по возможности найти Амурский лиман. Осознавая важность возможных открытий на свой страх и риск, не дожидаясь соответствующего разрешения императора, он принял решение идти к берегам, которые в России считались китайскими. Сегодня это территория Николаевского района Хабаровского края. И 26 июня 1849 года его парусник подошел к мысу Меньшикова. Байкал встал на стоянку как раз за этим мысом. Спускаться в лиман южнее было уже просто небезопасно. Здесь слишком много отмелей, поэтому дальнейшие поиски устья Амура продолжились на шлюпках. Одна из двух групп и вернулась с радостным известием. Недалеко от стоянки члены экипажа обнаружили большую бухту с сильным течением. Это было устье Амура. Лейтенант Казакевич докладывал, что дошел на лодки до гелякского селения Чинырах, чем вызвал удивление у местных жителей. Именно с этого места начались открытия, началось освоение этой территории. Произвел высадку молодой офицер Петр Васильевич Казакевич, член экипажа транспорта Байкал. И именно ему было доверено Невельским это важное исследование. Задача Казакевича была получить данные, данные глубин. После докладов Казакевича Невельской снарядил экспедицию на трех шлюпках и на сей раз возглавил ее сам. Это подлинник журнала наблюдений за течением моря в Амурский лиман, датированный 1849 годом. Сейчас он хранится в Николаевском на Амуре Краеведческом музее. В нем даты, сила и направление ветров. Правда, нет данных замера глубин, ведь именно они прославили Невельского как одного из первых и лучших гидрографов в мире. Он нашел глубинный фарватер реки и вернулся в Амурский лиман. Далее шлюпки отправились на исследование материкового берега в Татарском проливе. И нашли извилистые каналы, огибающие протяженные отмели. Из-за сложной гидрологии ни один из известных мореплавателей в этих местах никогда не был. А значит, не мог и предположить, что Сахалин – остров. Перед Невельским открылся пролив шириной почти 7,5 километров и глубиной до 22 метров. Вот оно, то самое место, мыс Лазарева. Докуда не смогли добраться такие известные мореплаватели, как Лаперус, Браутун, Крузенштерн. На своих картах вот этот пролив они обозначали перешейком, соединяющим остров Сахалин с материком. Вековое заблуждение было развеяно, когда 22 июля 1849 года здесь со своей командой появился Геннадий Невельской. Сейчас на живописном побережье пролива, названного в его честь, расположен поселок Лазарев. Но никаких памятных знаков о великом открытии Невельского на этих землях нет. Забираемся повыше на так называемую местными жителями гору Стульчик. Ну, потому что здесь когда-то действительно стояла скамейка. Наш проводник, десятилетняя Настя Зяблова, рассказывает, чем известен поселок. У нас есть шахты, пещеры, сады Ленина, вот этот Стульчик. Стульчик гора, да? Да. Слушай, ну, а Невельского знаешь что-то? Нет, не слышала ни разу, только от вас. Между тем, именно благодаря исследованиям Невельского стало понятно, что устье Амура доступно из севера и с юга Татарского пролива. К такому открытию в столице России, Петербурге, явно готовы не были. Ну, зачем нам этот Амур, говорил министр иностранных дел Карл Несельроды, прибывшему в Петербург к Невельскому. Ваши действия не своевременные, и даже если карты ваши не ложные, и вы в действительности открыли этот пролив, то его следует немедля закрыть, как того требуют интересы государства. После этих слов отчаявшийся Невельской сорвал со своего мундира погоны. Поднять над Приамурьем русский флаг означало вступить в конфликт с соседним Китаем. Ведь из-за сложной географии Хинганского хребта, русские считали, что эта земля принадлежит маньчжурам, с которыми в Забайкале, в селении Кяхта, в то время процветала весьма выгодная и представляющая личные интересы некоторых государственных чиновников торговля. Но в Нижнем Преамурье нет ни китайцев, ни их крепостей, ни флота, убеждал Невельской царских чиновников и продолжал доказывать, что берега Великой реки населяют дикие и невоинственные геляки, которые считают себя независимыми. Поэтому необходимо скорейшим образом занимать эти территории. За каждое свое слово он ручался головой. Такая уверенность молодого офицера и подкупила императора Николая I. 8 февраля 1850 года Невельской был не только не разжалован за свое самоуправство в диких краях, но и произведен следующий чин капитана первого ранга и назначен начальником вошедшей в историю Амурской экспедиции. Ей была предначертана тайная государственная миссия – исследовать земли Крайнего Востока. К побережью Охотского моря экспедиция Невельского прибыла летом 1850-го. Местом для строительства зимовья была выбрана Петровская коса. Она находится недалеко от границы моря с Амурским лиманом. Заходить в Амурский лиман и тем более в устье реки Невельскому было строго-настрого запрещено из-за опасения неприязненных столкновений с китайцами. Ну а основать зимовья ему поручили на юго-западном побережье Охотского моря. Вон там, кстати говоря, в открытом им же год назад заливе Счастья. Все для того, чтобы производить меновую торговлю с геляками. Невельской хотел построить на этих землях не только зимовья, но и основать морской порт. Однако большую часть года залив Счастья был заперт льдами, и навигация могла начинаться здесь только на исходе июня. Поэтому строительство порта показалось крайне нецелесообразным. Имея на этот счет дальновидные планы и вновь взяв на себя груз ответственности, вопреки воле императора, Невельской на шлюпке отправился в поисках удобной гавани вверх по Амуру. В гелякском селении Тыр он заметил большое скопление людей и впервые в Преамуре встретил не только аборигенов. На старинной карте, хранящейся в фонде Николаевского на Амуре краеведческого музея, под семью печатями, с директором смотрим, кто обитал в низовьях реки в те годы. Черным по белому написано «геляки», то есть «нивхи». Здесь же проживали мангуны, то есть ульчи и гольды на найце. А маньчжуры сюда заходили? Ну, естественно, они каждый раз заходили. Они привозили один товар, у них за свой товар получали другой товар. Например, какой товар? Рыба, пушнина, то, что можно было у них взять. А взамен что привозили? Ткани привозили, тот же шелк, нитки. Водку привозили? Вот насчет водки я не могу сказать. Маньчжурская водка, или по-гелякски «араки» была самым ходовым товаром, который чужеземцы обменивали на пушнину. За этим в очередной раз они и пожаловали в тыр. Торговцы на берегах Амура чувствовали себя весьма вольготно и к проживающим здесь гелякам относились неуважительно. Часто обманывали их и даже оскорбляли достоинства женщин. Но все изменилось, когда на горизонте появились российские подданные. «Что ты здесь делаешь и по какому праву здесь находишься?» спросил дерзко маньчжур у Невельского. Тот задал ему тот же вопрос. «А что ты здесь делаешь и по какому праву ты здесь находишься?» Это территория России. Разозлившийся маньчжур потребовал от русских немедленного удаления с этих земель и указал на превосходящие силы. Однако Невельской достал свой двухствольный пистолет и сказал, если кто-нибудь сделает хоть один шаг, он будет последним в его жизни. «Такой неожиданный поступок ошеломил маньчжуров, которые испугались и были высмеяны геляками», писал Невельской. А тот, что еще минуту назад дерзил, кланяясь, предложил ему дружбу и рассказал, что им запрещено спускаться в низовье Амура, потому что эта территория принадлежит Российской империи. И здесь они бывают самовольно. И что на всем пространстве берега реки до гор Хингана нет ни одного китайского поста. И есак, то есть натуральную подать. Местные жители им не платят. Смекнувший, чем пахнут эти откровения, Невельской решается на фарс. Он объявляет гелякам, что русские, хоть здесь и давно не бывали, всегда считали Сахалин и Приамурья до гор Хингана своей принадлежностью. А значит, теперь коренные народы Севера будут под защитой российского государства. После этого заявления Невельской скорейшим образом спускается вниз по реке к мысу Куигда и принимает историческое решение, благодаря которому ничейные земли Крайнего Востока были присоединены к России. Николаевский морской порт в Майску Игда. Именно здесь 1 августа 1850 года был основан Николаевский порт. В присутствии прибывших из соседних деревень геляков, при салюте из Пальконета и Ружии впервые на берегах Амура был поднят русский флаг. Недовольство министра иностранных дел графу Неселероде не было предела, когда весть о самовольных действиях морского офицера дошла до Петербурга. Его даже хотели разжаловать в матросы. Поступок молодецкий, дерзкий и одновременно патриотический сумел оценить император Николай I. Именно тогда он в присутствии вызванного из экспедиции Невельского произнес знаменитую фразу. Там, где однажды был поднят русский флаг, он более опускаться не должен. Теперь эта надпись украшает главный памятник города Николаевска на Амуре – стелу, увенчанную копией транспортного судна «Байкал». Но такой она была не всегда. В 1915 году на памятнике был установлен зимной шар и двуглавый орел. В 30-е годы двуглавый орел был снесен, и на этом месте была возведена красная звезда. Но когти не смогли уничтожить, они так и сохранились до наших дней. В 1975 году было решение поставить на этом месте транспорт «Байкал». То есть сейчас «Байкал» стоит на когтях? Вряд ли сегодня в Николаевске на Амуре кто-либо не знает о Невельском. Личность эта здесь сверхпопулярная. Но с каким же трудом покорялась дальневосточная земля участникам Амурской экспедиции? Жизнь обитателей Петровской косы практически полностью зависела от поставок провианта на судах российско-американской компании, поскольку земледелием в первые годы заниматься было трудно. И 1852 год стал роковым для многих членов экспедиции. Осенью того года обещанный правлением российско-американской компании груз не пришел. Жители Петровской косы ждала голодная зима, во время которой мучительной смертью умерли 29 человек. Не удалось добраться до Петровской косы и нашей съемочной группе. Перемело автомобильную дорогу. Чтобы увидеть залив счастья, пришлось утопая в снегу по пояс пробираться сквозь бурелом на вершину горы. 160 лет назад члены Амурской экспедиции и сам Невельской курсировали здесь примерно той же тропой. Она интересна тем для нас, что мы до сих пор не знаем точно ее местоположение. Эта тропа, так называемый пешеходный путь, соединял Петровское поселение с Николаевском. И была важной линией связи быстрого сообщения, самого короткого, для переброски почты, либо небольших грузов. Как правило, Невельской мог пользоваться гужевым транспортом. Северная лень. Зимой на северных оленях и собаках, летом на грибных судах, начальник экспедиции и его сподвижники продолжали исследовать лесскую деятельность в Диком Преамурском крае. Его люди доходили до Амгуни, поднимались вверх. Его, значит, люди исследовали татарский пролив, как говорится, и вправо, ну, влево-то совсем мало, но тем не менее. Значит, и поэтому, значит, башняк большую, значит, роль сыграл. Открыл залив Хаджи, советскую гавань нынешнюю. Ну, по тем временам, императорская гавань. Амур, когда они его исследовали, исследовали, они обнаружили, сколько огромное количество эндемиков, то есть разновидность рыб в Амуре обитает. Плюс тайга, это строительный материал, это пушнины и так далее, и тому подобное. Неизвестно, смогли бы участники тайной Амурской экспедиции справиться с трудностями отшельнической жизни, если бы не их верные спутницы. Многие из офицеров поехали туда с женами. Не исключением был и Невельской. Я на ней женюсь. Отправляясь в Амурскую экспедицию, Невельской останавливается в Иркутске. Здесь он женится на мелкопоместной дворянке Екатерине Ельчениновой. Она наложит его на 16 лет и хороша собой. Однако прелестям светской жизни предпочитает трудности и лишения в диком крае. Возможно, следуя примеру популярных в то время в Иркутске жен декабристов. Екатерина, лучик света. Так называли ее члены Амурской экспедиции. С геройским самоотвержением и без малейшего ропота она справлялась со всеми жизненными невзгодами, окружающими ее тонкую натуру в пустынном крае. Молодая жена Невельского проявила себя истинным дипломатом. Во многом благодаря ей члены экспедиции имели дружественные отношения с местными жителями. Она даже приглашала их на ужин. Эти местные аборигены, естественно, имели ужасный запах, как они считали. Но они терпеливо к этому относились, потому что... Это они видели, что мыться не входит в быт этого народа. Она их угощала гостинцами. Гостинцами тем самым давала понять, что они пришли с добрыми намерениями. И им даже приходилось в качестве адвоката поступать. Мирить даже семьи. В 1853 году, еще до начала Крымской войны, Российская империя фактически заняла все побережье Татарского пролива, вплоть до территории нынешней Советской гавани. Для усиления позиций на Дальнем Востоке уже в 54-м генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев организовал так называемый Первый Амурский сплав. На русских картах стали появляться такие селения, как Богородское, Мариинское, Пермское, Троицкое. Однако до сих пор было непонятно, где проходит граница России с Китаем. Во время Амурской экспедиции Невельской пытался разрешить этот важный для государства вопрос. Но его оппозиция в лице царских бюрократов всячески мешала ему, а в конечном счете и вовсе добилась его отстранения от должности. Амурская экспедиция завершилась в 1855 году, а ее неудобного начальника по возвращении в Петербург определили на формальную должность, которая не отвечала его опыту и знаниям. Однако ему все же присвоили звание полного адмирала, но того ли хотел офицер? Уже после того, как Невельской был отстранен от занимаемой в Преамурье должности, вернулся в 1856 году в Санкт-Петербург. Он любил вспоминать, что здесь он провел лучшие годы своей жизни и по-настоящему был счастлив. Здесь состоялась его карьера и родились все его дети, за исключением сына Николая. У единственного сына, Николая, детей не было. Фамилию Невельских передать потомкам не удалось. Величайший исследователь Дальнего Востока остался прозябать в Петербурге до последних своих дней. В 1876 году он был похоронен на Новодевичьем кладбище, а спустя три года умерла его жена Екатерина. Однако имя морского офицера все же не предали забвению. Адмирал Невельской и сейчас рассекает Тихоокеанские просторы. Большой десантный корабль не так давно получил имя прославленного морского офицера. Он с честью представляет военный морской флот в восточных берегов России. Я горжусь, что именно большой десантный корабль БДК-98 будет носить это имя адмирала Невельского. Это один из наиболее наших боеспособных кораблей. Сплаванный очень экипаж, корабль постоянной готовности. В честь Геннадия Невельского сегодня названный открытый им пролив в самом узком месте между Сахалином и континентом Евразия – залив уже на западном побережье острова. Там же расположился порт Невельск. Во Владивостоке его именем назван Морской государственный университет, один из старейших вузов Дальнего Востока, в составе которого действует 14 институтов. Ежегодно отсюда выпускаются сотни специалистов морского транспорта. В честь Невельского названы поселки, районы, улицы, площади. Открываются памятники. Так очередное в честь 200-летия со дня рождения воздвигнут в Южно-Сахалинске. Сахалинцы и приморцы, чаще всего курсанты Морского государственного университета, приезжают на родину Невельского в Солигалищский район. Для многих юных моряков побывать здесь – заветная мечта. Ну а Владивостокский МГУ готов зачислять костромичей на первый курс без экзаменов. С ними была и беседа в этом году. Курсанты приезжали в средней школе, была встреча с учащими, им предлагалось, курсанты сами рассказывали о их службе, походы морские и многое другое. Условия очень хорошие, приличные для учебы, но надо любить это дело. В Солигаличи и районном поселке Лосево морскому офицеру установлены памятники. Второй воздвигли на средства моряков Тихоокеанского и Балтийского флотов. Каждый день рождения Невельского 23 ноября по-старому и 5 декабря по новому стилю над ним поднимается Андреевский флаг, как тогда над мысом Куигда во время основания Николаевского поста. А это Хабаровск. Воды Амура омывают набережную Невельского. Был здесь когда-то и памятник. Здесь в 51-м году был поставлен памятник Невельскому, он обвешал, его сняли на реконструкцию. Ну, с другой стороны, он и особой культурной ценности не представлял. А собирались построить современный памятник вот там напротив ресторана. Как видите, до сих пор памятника нет. Историческая справедливость соблюдена в Николаевске на Амуре, где установлены два памятника прославленному исследователю. Есть даже его живое обличие. Отдача вортовой! Александра Сухих здесь называют двойником Невельского. Без него не обходится ни один праздник. Его приглашают на городские шествия, концерты и даже балы, посвященные годовщине со дня рождения морского офицера. У вас население местное узнает здесь? Как-то, может быть, когда в мундире вы появляетесь, что-то вам говорят, прикрикивают, может быть, на праздник? Я давно живу в городе. Естественно, меня многие знают. И, конечно, они со мной разговаривают. И многие говорят даже, Геннадий Иванович, здравствуйте. Ну, с улыбкой, естественно, все. А молодежь тоже, конечно, узнает. Когда Александр Сухих надевает мундир, говорит, меняется его осанка, становится подтянутым. Форма, пусть и не настоящая, его дисциплинирует. Своё рождение в Николаевске на Амуре он считает событием не случайным. Я родился в 49-м году. А сто лет до того он начал освоение Нижней Амуре. То есть вот какая-то-то... Моя мать родилась на Петровской косе, это в Власе, где они только пришли, открыли, первое, где они поселение поставили, где они там зимовали, первое зиму там. Что-то может быть такое, какой-то у нас есть, такая связь какая-то, параллелька идет рядышком. Тут родилась моя дочь, тут мой внук, то есть всё моё. Естественно, я в этом образе стараюсь поддержать этому человеку, потому что для меня он человек с большой буквы. Это человек настоящий герой. Благодаря стараниям Невельского в 1858 году генерал-губернатором Муравьёвым был подписан известный Айгунский договор, по условиям которого территория Нижнего Амура навсегда отошла России, а впоследствии к ней был присоединен и Уссурийский край. Государство завладело землями площадью с пол Европы без кровопролитных войн. К моменту подписания Айгунского договора на берегах Амура было основано уже более 30 российских селений, и там, где раз был поднят русский флаг, он не опускался уже никогда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова